Все фото, видео взяты с открытых страничек ВКонтакте. Каждый может зайти и посмотреть. Уважаемый Игорь Викторович и Александр Иванович, в этом видео высказались сегодня только 10 СНТ по Ленинградской области. А таких СНТ с точно такими же проблемами несколько десятков. Все доведены до отчаяния. Мы просим вас взять под контроль наше обращение. Все фото, видео взяты с открытых страничек ВКонтакте. Каждый может зайти и посмотреть. Здравствуйте. СНТ «Спектр» Массива Бабина Тоснинского района Ленинградской области. Я Литвикова Елена Александровна, член этого СНТ с самого начала основания, с 1986 года. Наши проблем, проблем очень много, но здесь я освещу только одну проблему. Получение субсидий в течение 4 лет подряд председательницы Филактовой Нины Александровны с 2000 года, с 2021, с 2022 и 2023. Субсидии получены абсолютно незаконным образом. Тем более в правительстве Ленобласти. Правительство Ленобласти выпустило правило сделать заявки на получение субсидий. Для этого нужно соблюсти ряд условий. И первое условие, которое должно быть соблюдено, это решение положительное собрание. После этого собирается целый пакет документов и посылается правительство Ленобласти, в данном случае в агропромышленный и рыбохозяйственный комитет этого правительства. Начнем по порядку. 2020 год. Собрание не было вообще проведено. Следовательно, протокола собрания не было и решения о получении субсидий не было. Между тем, субсидия получена около 2 миллионов. 2021 год. 2021 год. Что у нас там? А, еще там должно быть 50% жителей Ленобласти, что абсолютно не может быть для нашего садоводства, потому что давали от Васильевского острова Санкт-Петербурга. 2021 год. Ни в повестке дня, ни в бюллетене, ни в протоколе. Вопросов о субсидии не было. 2022 год. Сейчас отменяется в операционную инстанцию это собрание. Субсидия одобрена 20 июня, а собрание закончилось 11 июля. Как такое может быть? 2023 год. О субсидии мы узнали только недавно, а субсидия была выделена уже 5 апреля. У нас было собрание 19 августа, и председатель ни словом не обмолвил о том, что заявлено субсидией и что она получена. Вот таким образом все документы прошли, какие только не прошли стадии, УМВД, прокуратура, сплошная пересылка туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. И сейчас все документы отправлены, документы отправлены в Главное следственное управление. Две субсидии первые получены на смену проводов на СИП, а две субсидии вторые получены на систему слежения АСКУИ, коммерческую, между прочим. И на эти цели собираются очень большие взносы садоводов. На АСКУИ, например, с каждого подключения собирается еще по 10 тысяч рублей в течение разбито на 3 года, но по 10 тысяч рублей с подключения. Следственный комитет в ответе мне ответил, что отключать и подключать электроэнергию имеет право только поставщик электроэнергии. Председатель садоводства не имеет права, на это не имеет права, она не является поставщиком электроэнергии. К видеообращению прикладываем заявление, где описана часть незаконных действий со стороны председателя с СНТ спектра массива Бадена. Также просим обратить внимание, что в заявлении указано имя юриста СНТ Белоконова Енина Сергеевна. На фото за спиной у нее вывешены грамоты, выданные ей председателями СНТ за отличную работу. Садоводы всех этих СНТ судятся с председателями, отстаивают свои права. Также стрелочкой отмечена грамота лучшей юрист фирмы «Акстрим». Фото взято с ее открытой странички в ВК, каждый может зайти посмотреть. Меня зовут Соколова Нина Николаевна. Я член СНТ «Дачная» Кировского района Ленинградской области с 2017 года. 11 февраля 2021 года я обратилась в ОБЭП по вопросам возможных мошеннических действий председателя СНТ Мыловской Светланы Аркадьевны, связанных с подделкой протокола общего собрания, бесплатным оформлением этих участков на подставных лиц и дальнейшей продажей этих участков. За 2,5 года органы ОБЭП так и не смогли доказать виновность председателя в подделке протокола общего собрания. Проверку проводили 3 оперуполномоченных. После рапорта оперуполномоченного Мамченко, в котором были указаны признаки состава преступления, его перевели в другой район Ленинградской области. После постановления, вынесенного оперуполномоченным Щетининым, указанный сотрудник неожиданным образом заболел на длительное время. Третий оперуполномоченный Маслов, изучив материалы дела, считает, что состав преступления отсутствует. Из материалов дела неожиданным образом исчез протокол с поддельными подписями, о чем свидетельствует опрошенный бывший председатель СНТ Назарова Ольга Павловна и секретарь собрания Линденберг Людмила Викторовна. Таким образом, я предполагаю, что правоохранительные органы умышленно скрывают факт подделки протокола. Я прошу вас, материалы дела, взять под личный контроль. Прилагаю жалобу на бездействие правоохранительных органов, подписанную садоводами. Благодарю вас. Здравствуйте. Мы, садоводы СНТ Тигада, Массива и Ленинский Павловск, обращаемся к Бастрыкину Александру Ивановичу с просьбой о помощи. Мы просим возбудить уголовное дело по статьям часть 1, часть 3, статья 327, часть 1, статья 170, точка 1, часть 1, статья 303. Это статьи, которые мы просим привлечь граждан, Лимарову Сергею, Лимарову Елену Николаевну и Глижинскую Евгению Романовну. Это мать и дочь, которые терроризируют наше садоводство. Они постоянно используют поддельные документы, добиваясь от нас денежных средств. Мы неоднократно обращались в следственные органы и предоставляли документы, по которым нам стали известны такие факты, что Лимарова Елена Николаевна в течение 4 лет получала бюджетное субсидирование на строительство электростанций в нашем садоводстве, на строительство электроснабжения в нашем садоводстве. И эти субсидийные средства, они были использованы нецелевым образом. Они были потрачены, и это документально завексировано. Также эти граждане постоянно подают в ИПНС документы, которые содержат ложные сведения. Они постоянно регистрируются в качестве председателей, хотя на собрании их никто не выбирает. Собрания сами не проводятся. За период с 2019 года по 2020 год в Товарищстве 16 раз незаконно сменялся председатель, а за последние годы сменились уже больше 97 раз председатели. Также эти граждане используют схему присвоения денежных средств через подачу заявлений в суд взаимозависимыми лицами. Они подаются в гражданские суды поддельные документы и фальсифицируют доказательства. И во многих гражданских судах содержатся факты фальсификации. Например, это гражданское дело 2.4.1.20 год в Тосинском городском суде о якобы неполученной зарплате гражданской Лимаровой. Якобы она не получала за 5 лет зарплату в нашем судоводстве, и она потребовала от судоводства больше 3 миллионов 800 тысяч. В итоге суд удовлетворил ее требования только на 388 тысяч. Все остальные требования были заручены и поддельно берутся в это время. Также существует много судов, когда она подавала суды от граждан по их доверенности. Документы якобы эти граждане давали судоводству деньги взаймы и требовала от судоводства возврата этих денег. Вот, например, в деле номер 2-840 за 23 год содержатся данные о фальсификации документов, потому что она предоставляла в суд договор о якобы полученных займах с удовольствием, датированном 2018 годом. Но экспертиза подтвердила, что эти документы изготовлены не ранее 2020 года. То есть судом установлен фальсификации. Также сейчас мы очень страдаем от того, что и в Лежинской издении Романовна подает в суды иски на обычных садоводов по якобы задолженности этих садоводов, садоводству суммами от 500 до миллиона. И требует выплатить эти деньги. Документы в суде она предоставляет, подложные, протоколы, по которым якобы принимались такие решения с такими огромными суммами. Это при том, что садоводство наше маленькое и в нем всего лишь 114 собственников, 180 участков. Она предоставляет в суды поддельные реестры, в которых существуют, членами являются те люди, у которых нет собственности в нашем садоводстве. А те люди, у которых есть участки, и они ведут садоводство, и обрабатывают землю, они получаются не члены. И мы совсем бесправные. Мы боремся с этим уже более 4 лет. Обращаемся к вам, надеемся на вашу помощь. Спасибо. К видеообращению прикладываем заявление, где описана часть незаконных действий со стороны Грижинской как председателя СНТ Тигода и ее мамы, юриста Лимарова Елены Николаевны. Грижинская в своей открытой официальной группе выставляет фото с губернатором Ленинградской области и губернатором Санкт-Петербурга, показывая, что она знакома с высокопоставленными лицами. Мы предполагаем, что тем самым намекая садоводам, что она под покровительством и ей ничего не грозит. Также показываем фото, где обе персоны в кругу юристов с сомнительной характеристикой по Ленинградской области. Уважаемый Александр Иванович и Игорь Викторович, я Кумышева Галина Александровна, представитель группы садоводов СНТ «Октябрьский» Кировского района Ленинградской области, массив Келколова-2. Обращаюсь к вам от имени нашей инициативной группы с просьбой помочь нам в сложившейся ситуации, которая, как я понимаю, складывается не только в нашем СНТ, но и в ряде СНТ не только Ленинградской области, но и Российской Федерации. 7 мая 2021 года нами было направлено письменное обращение к депутату Государственной Думы Романову по фактам незаконных действий со стороны нашего председателя и правления, которые выражались в том, что своими действиями данная группа принесла убытки членам СНТ, связанным с растратой целевых взносов, которые были собраны на определенные мероприятия с использованием своего служебного положения, превышая свои служебные полномочия, а также злоупотребляя ими при получении государственных субсидий из бюджета Санкт-Петербурга. В нашем коллективном обращении были отражены факты мошеннических действий в СНТ «Октябрьский» по незаконному взиманию садоводов штрафов за бездоговорное потребление электроэнергии, за незаконное отключение электроэнергии. Дальше была описана схема, применяемая в СНТ «Октябрьской» финансовые пирамиды с целевыми взносами садоводов. По всем указанным эпизодам в данном обращении были приложены документальные доказательства. Группа юристов, помощников депутата проверила все наши доказательства, которые мы приложили к обращению. К обращению была также приложена аудиозапись наших собраний, которые проходили в нарушении законодательства Российской Федерации. После проверки данного обращения депутатам был представлен депутатский запрос в Генеральную прокуратуру Российской Федерации. После чего наши документы, материалы обращения были отправлены в Кировскую городскую прокуратуру Ленинградской области с указанием провести проверку по фактам, изложенным в данном обращении. Хочется отметить, что в данном обращении действительно были изложены факты нарушения законодательства Российской Федерации на территории, в границах нашего садоводства. Надзорное ведомство сразу же передало наше обращение к ОБЭП Кировского района Ленинградской области. Проверки проводились несколько раз. Несколько раз эти проверки и результаты этих проверок отменялись Кировской прокуратурой, после чего проверки возобновлялись. Несколько раз, я по нескольку часов давала показания, представляла документы, доказательства, которые интересовали органы ОБЭП. Однако, ни одному доказательству не была дана оценка. Не были проверены факты на предмет достоверности наших обращений, в результате чего мы получали бесконечные отписки, бесконечные формальные дежурные отказы. И в связи с этим, вот эти нарушения, которые у нас начинались и которые своевременно не были пресечены надзорными органами, они у нас увеличивались с каждым годом и приобретали уже такой вот рост в геометрической прогрессии. Дошло до того, что наш председатель и правление дошли до того, что исполнительный орган в их лице перестал быть исполнительным, они самовольно стали решать, куда они будут тратить наши денежные средства, на что, кого будут принимать на работу, как они будут себя вести по отношению к решениям наших собраний. После этого у нас стали возникать такие вопиющие нарушения, как использование наших персональных данных в заключении договоров на увеличение мощности садоводам, на получение субсидий в управление садоводствами. То есть вот это все происходило в нарушении нашего российского законодательства. В результате этих действий мы теряли право на заключение прямых договоров по технологическому присоединению к сетям и заключению напрямую договора энергоснабжения. И в конечном счете мы не только потеряли вот эти права, мы еще и можем понести огромные колоссальные убытки в связи с заключением договоров, которые несут гражданско-правовую ответственность и которые мы обязаны будем исполнять. Второе. Без нашего ведома, без решения общих собраний принимаются решения о создании инфраструктуры, которую мы потом также вынуждены будем оплачивать и содержать. Так, например, в прошлом году без нашего решения появилась запись в протоколе собрания о том, что мы решили создать такую инфраструктуру с удовольствием, как газоснабжение и водоснабжение. Это достаточно затратные для наших людей мероприятия. Поэтому пойти на такой вот шаг без решения собрания это грубое нарушение наших материальных прав, которые могут повлечь за собой огромные взыскания, в том числе через суд, целевых взносов, которых мы также на эти инфраструктуры не утверждали. Но действия председателя, они как раз сегодня направлены на то, чтобы у нас в СНТ был газ, был водопровод, и то, что в СНТ живут малоимущие и социально незащищенные слои населения, большинство у нас пенсионеры, многодетные семьи, то вот это может все обернуться для нас достаточно крупными материальными убытками. Поскольку ни один правоохранительный орган, надзорный орган категорически не хочет вникать в эту ситуацию, мы просим вас обратить на это внимание и, может быть, провести какие-то проверки, но даже не для того, чтобы кого-то наказать, привлечь к уголовной ответственности, а чтобы внести какие-то дополнения, изменения в закон, и чтобы наши садоводства не были брошены вот так на произвол, и вот эти ответы из прокуратуры, когда мы обращаемся по нарушению наших прав, о том, что разбирайтесь между собой сами, не дошли до какого-то криминального характера. Спасибо. Уважаемый Александр Иванович Бастрыкин, я, Бондаренко Ольга Анатольевна, пользователь земельного участка в СНТ «Керамик» массива Никольская Тосминского района Ленинградской области. От лица инициативной группы нашего садоводства обращаюсь к вам за помощью. В течение многих лет председатель СНТ «Керамик» Агуция Екатерина Григорьевна и штатный юрист Белоконова Енина Сергеевна, злоупотребляя доверием садоводов и бездействием правоохранительных органов, нарушают российское законодательство и права граждан. Общие собрания проводятся с нарушением 217-го федерального закона, без необходимого кворума. СМЕТы составляются на основании фантазий и не предоставляются отчеты об их исполнении. Имущества общего назначения и земли общего пользования не оформлены надлежащим образом в общедалевую собственность, а переведены в частную собственность на физическое лицо. Препятствуют заключению прямых договоров с ресурсоснабжающими организациями. Многочисленные неправомерные действия председателя правления Агуца Екатерины Григорьевны прикрываются пассивностью правления и ненадлежащим контролем со стороны ревизионной комиссии. Безнаказанность порождает новое злоупотребление. Использование государственной субсидии на развитие СНТ не контролируется должным образом. Суммы на работы, материалы и услуги завышены в разы, вследствие чего садоводам нанесены убытки на миллионы. Десятки заявлений правоохранительные и следственные органы не находят поддержки. Уголовные дела либо не заводятся, либо их спускают на тормозах. Многие обратившиеся получают угрозы, их имуществу наносят ущерб. Граждане обращаются в правоохранительные органы с требованием возбудить уголовные дела по фактам фальсификации документов, которые представляются в судебной инстанции по статье 327 подделка документов. Сотрудники полиции, прокуратуры, как правило, склоняются к тому, что это не подделка, а лишь спор хозяйствующих субъектов. И решать такие вопросы нужно через гражданский суд. Сотрудники полиции, прокуратуры не понимают или не хотят понять, что протоколы общих собраний являются юридически значимыми документами, определяют жизнь садоводства на годы вперед и порождают правовые последствия. Коллективное заявление в ваш адрес, как и множество личных обращений от садоводов СНТ «Керамик» массива Никольска Тоснинского района Ленинградской области, пострадавших в результате действий председателя правления СНТ «Керамик» Агуцы Екатерины Григорьевны и юриста Белоконова Енины Сергеевны, направлены в правоохранительные и следственные органы, в органы надзора, в суды, а также непосредственно в адрес Следственного комитета Российской Федерации на ваше имя. Очень надеемся на ваше содействие. Уважаемый Александр Иванович и Игорь Викторович, обращаемся к вам от лица садоводов и индивидуальных садоводов СНТ «Захожье-3» массива «Захожье Тоснинского района». Мы обращаемся к вам с целью оказания нам помощи и правовой поддержки в связи с сложившейся ситуацией из-за самоуправных и противозаконных действий, допускаемых со стороны председателя правления СНТ «Захожье-3» массива «Захожье Тоснинского района Ленинградской области» Гаврилова и юриста Белоконова Енина Сергеевна. Хотим довести до вашего сведения информацию, в том числе юриста Белоконовой грубо нарушают права и законы интереса членов товарищества и граждан, осуществляющих садоводническую деятельность в границах территорий товарищества без участия в СНТ. В настоящее время деятельность садового товарищества «Захожье-3» массива «Захожье» осуществляется в рамках устава, утвержденного в 2001 году. Изменения в устав не вносились. Приведение устава в соответствии с требованиями федерального закона 217 сейчас находится на стадии согласования. В 2019 году вступил в силу федеральный закон 217. Нормами закона установлено, что проведение общих собраний членов товарищества в очно-заочной и заочной форме возможно только после утверждения такого решения на собрании членов СНТ и внесении изменений в устав. С 2019 года по 2023 включительно общие собрания членов СНТ проводились в очно-заочном формате, что является грубым нарушением требований ранее утвержденного устава. Финансово-экономическое обоснование размера членского взноса на повестку дня в 2019, в 2021, в 2022 и в 2023 годах не выносилось. Голосование по этому поводу не проводилось. Решение об установлении размера членского взноса принималось на основании завышенной приходно-расходной сметы, что является грубым нарушением прав садоводов-индивидуалов, не являющихся членами СНТ. Отчеты председателя правления членов ревизионной комиссии СНТ за период с 2020 по 2022 год не совпадают с отчетами в налоговых органах. Расхождение по суммам прихода денежных средств только за 2021 год составляет более 1,2 млн. рублей. Расхождение по суммам переходящего остатка на конец 2021 года составляет более 975 тыс. рублей. Денежные средства в виде членских взносов принимались в кассу наличными после оприходования, что вызывает сомнения, на какой расчетный счет организации они относились. Приходно-расходные сметы составляются и утверждаются ежегодно на календарный год. В то же время отчеты председателя правления членов ревизионной комиссии имеют иной временной отрезок. За 2021 год отчеты захватили 16 календарных месяцев, а за 2022 17 календарных месяцев. Временной отрезок 4 месяца с января по апрель 2022 года вошел в отчеты дважды. Это дает повод сомневаться в достоверности, предоставляемой информации о финансово-хозяйственной деятельности нашего СНТ. В 2023 году председатель правления Гаврилов обратился в аудиторскую компанию БАГ города Санкт-Петербурга за получением консультации в правильности ведения бухгалтерского отчета. Полученный отчет на общем собрании членов товарищества им был представлен как полный аудиторский отчет организации, чем ввел всех садоводов в заблуждение. Своим решением председатель правления и члены правления приняли решение об упразднении такого органа, как ревизионная комиссия, и вынесли этот вопрос на голосование членов товарищества. Садоводы, введенные в заблуждение по этому вопросу, приняли положительное решение. Это является грубым нарушением требования закона, так как члены садоводства не имеют компетенции, а следовательно и право изменять требования федерального закона 217. Председатели правления и члены правления освободили себя от обязанности отчитываться перед ревизионной комиссией СНТ и таким образом освободили себя от контроля со стороны ревизионного органа. В 2021 году в товариществе проводилось по требованию садоводов неочередное общее собрание СНТ с повестки дня передачи электросетевого хозяйства на баланс компании ЛАЭСК в рамках государственной программы консолидации электросетевого хозяйства страны. В нарушении требований устава это собрание было проведено в заочном формате. В результате проведенного голосования председатель правления Гаврилов, манипулируя цифрами полученных голосов по бюллетеням, сфабриковал результаты таким образом, что СНТ и передал ЛАЭСКу только часть электросетевого хозяйства в высокие линии. В ходе этого же заочного собрания по инициативе председателя правления и членов правления было проведено переизбрание председателя правления Гаврилова на новый срок, на сроком 5 лет. На тот момент действовал старый устав. Решение об увеличении срока полномочий председателя правления на общем собрании не принималось. Это влечет в собой двойное нарушение законодательств, так как голосование по вопросу переизбрания или продление срока полномочий исполнительных органов в заочном формате недопустимо. В 2021 году председатель правления заключил договор на оказание услуг юридических с юристом Белоконовой Ниной Сергеевной. С указанного времени права садоводов стали нарушаться в арифметической прогрессии. Садоводство втянули судебные тяждобы по мыслимым и немыслимым предлогам. Под видом вымышленных расследований, которые, по словам председателя Гаврилова, проводятся в отношении садоводов целыми группами юристов, списываются колоссальные денежные средства, что увеличивает размер членского взноса. Перечисление денежных средств за оказание юридических услуги проводится на личные счета юристов, являющихся индивидуальными предпринимателями. Документов, в том числе кассовых чеков, подтверждающих оплату, юристами не предоставляется, что является грубым нарушением налогового законодательства. В ходе судебных разбирательств выяснилось, что еще один неприглядный факт расчеты за поставляемую электроэнергию в адрес СНТ правление с ООО «Энергосервис» производилось по двухтарифным ставкам. В то же время плату садоводов взимали по ставке однотарифного счетчика. В установлении двухтарифных счетчиков членом товарищем было категорически отказница. Разница сумм тарифов использовалась на неопределенные цели. Все перечисленные выше затрагивают материальные интересы всех граждан, собственников земельных участков. Из консультационного отчета аудиторской компании БАК нам стало известно, что размер общей площади земель общего пользования за период с 2028 года по настоящее время уменьшились с 84 040 квадратных метров до 79 811 квадратных метров, то есть уменьшились на 4 229 квадратных метров. В разумительное объяснение по факту исчезновения земель общего пользования председатель правления не дал, когда и кому были предоставлены земли общего пользования в частную собственность установить не представляется возможным. В настоящее время юристом Белоконовой Ниной Сергеевной разработан проект устава СНТ с целью приведения его норм в соответствии с требованиями федерального закона 217. Большинство положений устава ориентированы на нормы гражданского кодекса и жилищного кодекса, что является недопустимым. Для садового товарищества в основной своей части норма установлена федеральным законом 217. Хотим обратить ваше внимание на что в проект устава присутствует такое положение, как передача полномочий председателя правления по доверенности юристам и иным лицам. Данное обстоятельство может повлечь за собой непоправимые проблемы. За все действия имеющийся противоправный характер будет нести ответственность собрания собственников членов, так как эта доверенность выдала юридическое лицо, то есть собрание членов СНТ. Последней каплей терпения послужило то обстоятельство, что председатель правления без разрешения членов СНТ заключил соглашение с Росреестром операторов, осуществляющих обработку и передачу персональных данных членов садоводства. Также садоводам, собственникам земель-участок, входящих в территорию СНТ, необоснованно отказывают в приеме в члены СНТ. Председатель правления Гаврилов устанавливает свои личные требования. В адрес правоохранительных органов нами были направлены неоднократные жалобы на противоправные действия правления председателя Гаврилова и юриста Белоконовой. Реакции со стороны проверяющих органов не поступило. Все это служит поводом для председателя и правления юристов совершать безнаказанно свои противоправные действия дальше. Просим вас оказать содействие и провести полную объективную проверку по всем фактам, изложенным в данном обращении. С уважением к вам, садоводы СНТ, Захаш Е3, массивы Захаш Е3. Был пройден аудит независимой компании. Значит, что такое аудит? Люди, которые занимаются финансами и бухгалтерией, они должны знать, что налоговая при этом отдыхает. И какая-то ревизионная комиссия, это все мелочи. Значит, аудит проверял полностью всю бухгалтерию, то есть была предоставлена полностью вся бухгалтерия, все проводки. Были предоставлены все документы, подтверждающие расход. Значит, с 1 января 2022 года по 31 мая 2023 года. Компания независимая выбиралась из трех компаний. Перечисляю. Коллегия группы, Альфа-Аудит и Балтик. От садоводов ТСН Керамик 2, массивы Захаш Е3, то есть район Неградской области. Уважаемый Александр Иванович и Игорь Викторович, обращаемся к вам. С целью оказания нам помощи и правовой поддержки в связи с сложившейся ситуацией из-за самоуправленных и противозаконных действий, допускаемых со стороны председателя правления ТСН Керамик 2, массивы Захаш Е3, то есть район Неградской области. Артюнян ВС и юриста Белоконовой. В своем обращении мы отражаем суперналогию событий, прямо или косвенно указывающую, что происходит в нашем товариществе и каким образом нарушаются права членов товарищества и лиц, ведущих свою деятельность в границах товарищей без участия ТСН. До 2019 года вся деятельность Сентекерамик 2, массивы Захаш, велась в рамках федерального закона 66. До 2019 года проведение общих собраний членов товарищества было разрешено федеральным законом 66 только в очном формате. Количество присутствующих на очных собраниях членов товарищества в предшествующий период до 2019 года не превышало 20-30 человек. Большинство прошлых судоводов утверждают, что решения о смене организационно-правовой формы в СМТ и товариществу собственников недвижимости до 2019 года и в 2019 году на повестке дня членов судоводства не выносились, решения по этому вопросу не принимались. Есть основания предполагать, что смена организационно-правовой формы и изменение вида основной деятельности в налоговом органе могли быть заинтересованы по поддельному протоколу решения почного собрания членов товарищества. В период до 2021 года учредителем товарищества по данным ЕГРН числилась Каланчук Нина Евгеньевна, ИНН 471, 601, 605, 304 по совместительству бухгалтер товарищества. По данным ЕГРН Каланчук НЕ числилась также учредителем союза судоводческих некоммерческих товариществ массива Захожа, Никольская, Патрадная Тосинского и Кировского районов. О том, что в нашем товариществе входил состав союза судоводов из рядных членов ТСН практически никто не знал. Большинство из опросов судоводств утверждают, что вопрос о вступлении в союз судоводств на повестку дня членов товарищества никогда не выносился. Решения на общем собрании товарищества по данным вопросам не принимались. В 2021 году союз судоводств был ликвидирован после обращения СНТ Захожа-2 массива Захожа, главе Следственного комитета Бастрыкина. В 2019 году вступление в силу федерального закона номер 217 о садовых и огородных товариществах. 1.05.2019 года состоялось утверждение устава товарищества собственников недвижимости на общем собрании членов собственников недвижимости. При этом вызывает сомнение, что общее собрание членов ТСН в указанный период времени проводилось. Какой-либо информации о созыве и проведении этого собрания нами не обнаружено. Доказательств проведения очного собрания членов ТСН со стороны правления товарищества не предоставлено. Устава нами не установлена. Доказательств того, что все члены товарищества были однокомлены с проектом нового устава со стороны правления товарищества не предоставлено. Есть основания предполагать, что устав ТСН в новой форме прошел регистрацию в налоговом органе по поддельному протоколу очного собрания членов товарищества. 1 августа 2019 года заключение договора на эксплуатационное обслуживание электрооборудования и сетей номер 81-12-О между Энергосервисом и ТСН Керамик-2 массивы запрежья. В результате этого договора были переданы на эксплуатационное обслуживание следующие электроустановки электрооборудования сети, находящиеся в собственности пользований потребителя. Камера силового оборудования в ТП-13, отходящая кабельная линия 6 кВт и высоковольная линия 6 кВт в ТП-13 в Керамик-2. КТПН ТСН Керамик-2 доводного разделителя на стороне 0,4 кВт. Примерная стоимость предчисленного оборудования на данный момент времени составляет около 500-550 тысяч рублей. По условиям договора номер 081-12-О ТСН Керамик-2, обязывает оплачивать ООО Энергосервис за эксплуатационное обслуживание вверенного ему электрооборудования, электросетей, сумму в размере 46 тысяч рублей в месяц. Годовая стоимость эксплуатационного оборудования составляет 552 тысячи рублей, то есть стоимость оборудования практически равна стоимости самого оборудования. Из фотографий, прилагаемых к данному обращению, видно, что к трансформации по станции, переданной на обслуживание ООО «Энергосервис», нога электрика не ступала в течение всего летнего периода. В зимний период аналогичная ситуация. Никто ничего не обслуживает. Вопрос о передаче электрооборудования и электросетей на обслуживание ООО «Энергосервис» на рассмотрение общего собрания членов товарищества не выносилось. Решение по этому вопросу на очном собрании членов товарищества не принималось. Стоимость эксплуатационного обслуживания электрооборудования и электросетей является необоснованно завышенной. Есть основания предполагать, что договор на эксплуатационное обслуживание с сетевыми оборудованием заключено между ТСН-2 и ООО «Энергосервис» является ничем иным, как притворный договор. К середине 2019 года на общем собрании членов товарищества рассматривался вопрос об установке системы учета ОСКОЭ, то есть коммерческого учета электроэнергии. На очной части общего собрания присутствовало около 15-20 членов товарищества. В заочном формате голосования по этому вопросу не проводилось. По информации, поступившей из правления товарищества, за положительное решение проголосовало 100% членов товарищества. Каким образом было набрано такое количество голосов, непонятно. Правление ТСН мотивировало установку системы учета ОСКОЭ с целью исключения со стороны небросовестных садоводов воровства электроэнергии и борьбы с садоводами-неплательщиками за предоставленную электроэнергию. В настоящее время в товарищество со стороны правления через систему ОСКОЭ идет ничем не обоснованное понижение мощности, выделенное на индивидуальные участки садоводов. Под такие санкции попали не только должники. Большая часть это садоводы по тем или иным причинам не угодившие членам правления или председателям правления. Выразить свое личное мнение садоводы не имеют права. Теперь само правство со стороны исполнительного органа позиция не каждого. В результате граждане, имеющие постоянную регистрацию на территории товарищества или постоянно проживающие в садоводстве по собственной необходимости, не могут пользоваться электрической энергией в необходимом объеме для удовлетворения собственных нужд. На отдельной участке мощность понижена до уровня 0,6 кВт, что позволяет включить только освещение в доме. Многие семьи на территории товарищества проживают с малолетними детьми и престарелыми родителями. В то же время правление товарищества, отдельным гражданам, которым имеют свое предрасположение, не устанавливает каких-либо ограничений на выделенную мощность. Некоторым позволено провести на участке трехфазное подключение. Садоводы доведены до отчаяния таким противоправными методами воздействия, начинают снимать счетчики учета ОСКО и подключать электрические сети к домовладению через личные счетчики учета, выведенные на столбы. Как это требует Норбис НИПов со стороны правления, идут угрозы полного отключения электроэнергии от столба, обвинения в несанкционированном подключении к электроэнергии и привлечении добросовестных к судебному разбирательству. Все это противозаконно. У члена товарищества, собственника участка номер 145, оплатившего строительство электрохозяйства в полном объеме, своевременно оплачивающего услуги электроснабжения, есть полное право пользоваться необходимым количеством электроэнергии в необходимом объеме для удовлетворения своих нужд. Этого права его, как и многих других, незаконно решили, несмотря на то, что у члена товарищества, собственника НИПов, участка номер 145, есть справки, выданные правлением ТСН, о том, что к его дому подключен к электросетям ТСН. У него хотят подать суд о сововольном подключении к электросетям. В справке указано присоединенное разрешение к использованию мощности электроприемника на 6 кВт. Это тоже противозаконно. В договорах электроснабжения для бытовых потребителей сведения о разрешенной мощности отсутствуют, потому что для бытовых потребителей термин «разрешенная мощность» в настоящее время не применяется. По условиям тех, электрическая мощность, подаваемая на садовый участок, должна быть не менее 4 кВт. Управление ТСМ без решения общего собрания самостоятельно перераспределяет электроэнергию, поставляемую в пределах присоединенной мощности между членами садоводства. Прибор учета ОСКОИ установлен на самый верх столбов, высота которых составляет примерно 6 метров. Счетчики контроля для снятия показаний на уровень не выше 1 из 7,1 метра на столб не установлены. Доступ к личному кабинету системы ОСКОИ со стороны управления не обеспечен. Показания счетчиков, передаваемые управлением, товарищества не всегда соответствуют действительности. Имеются значительные расхождения с показаниями счетчиков, которые сохранились в домах до установки автоматической системы коммерческого учета электроэнергию. ТСН Керамик-2 единственное товарищество в массиве Захаржа, которое по воле председателя правления нескольких членов садоводства поддерживает все его начинания и передало свое электрохозяйство в рамках государственной программы консолидации электрических сетей на баланс гарантированного поставщика электроэнергии. ТСН Керамик-2 единственное товарищество на массиве Захаржа, в котором при наличии системы учета автоматической системы коммерческой электроэнергии выставляет садоводам, в том числе постоянно проживающим на территории ТСН. К оплате счета за электроэнергию в однотарифной ставке действия таким образом правления ТСН лишает садовода, потребителя выбора тарифа, выбранного для самого потребителя и тем самым наносит ему материальный вред. С приходом в ТСН юриста Белоконовой якобы для оказания правовой помощи садоводскому товариществу ситуация только ухудшилась. С правовой поддержкой средств страны садоводы не ощущают. Идет тотальное нарушение прав членов садоводства и лиц, ведущих деятельность на территории ТСН в индивидуальном порядке. Документы о финансово-хозяйственной деятельности ТСН под различными предлогами садоводам не выдаются. Устав, разработанный юристом, напичкан положениями, противоречащим требованиям закона. Реальное развитие ревизии в товариществе не проводится годами. Выставленный на обозрение в 2023 март ревизии фактически дублирует отчет председателя правления, что вызывает сомнения в его достоверности. В акте ревизии не утверждены земли и имущество общего пользования. В отчете налогового органа на балансе организаций, кроме переходящих, не исполняющих денежных средств, ничего по активам не числится. Финансово-экономическое обоснование размера членского взноса на поездку дня общего собрания членов товарищества не выносится. Голосование по этому вопросу не проводится. Решения об установлении размера членского взноса принимаются на основании только приходно-расходной сметы. Таким образом, садоводы и индивидуалы лишены права голосовать и принимать решение по ФЭО. В 2022 году перед проведением мощного собрания членов товарищества на стене официальной группы ТСН в контакте были выставлены только приходно-расходная смета на 2023 год и отчет председателя правления о движении денежных средств за отчетный период. Акт ревизии. ФЭО размеры членского взноса решения ОС членов товарищества, протокол решения общего собрания членов товарищества на обозрение в группе или на иных информационных стендах ТСН не выставлялись. В 2023 году перед проведением мощного собрания членов товарищества на стене официальной группы был выставлен отчет председателя правления о движении денежных средств за отчетный период после того, как был затребован акт ревизии. Направление ТСН выставило на обозрение тот же отчет о движении денежных средств, поменяв в нем только название на акт ревизии. Смена на планированный период 2024-2025 года. ФЭО размеры членского взноса решения общего собрания членов товарищества и протокола решения членов товарищества в очередной раз нигде не выставлялись. Информация о содержании этих документов у садоводов отсутствует. Правление ТСН в лице председателя Артюняна ВС действует при поддержке юриста Белоконова. Они фактически лишают членов садоводства возможности ознакомиться со всеми документами и финансово-хозяйственной деятельностью организации и создают препятствия к обращению в судебные органы для оспаривания принятых решений. На основании вышеизложенного требуем привлечь к ответственности председателя управления ТСН Керамик-2 массива Захария Артюняна ВС и юриста Белоконова ВС, так как их деятельность нарушает права, гарантированные федеральным законом 217 ГК РФ и Конституции РФ. Их противоправная политика влечет не только нарушение законных интересов, а также нарушает материальные права всех собственников земельных участков, расположенных на территории ТСН. Александр Иванович, садоводы СНТ Поркузе, массива Мишкина Поркузе, Тоснинского района Ленинградской области, вынуждены обратиться к вам, как к последнему гаранту закона Российской Федерации. В нашем садоводстве творится полный беспредел со стороны руководства СНТ. Общие собрания садоводов проводятся с грубейшими нарушениями регламента и идут в разрез федерального закона номер 217. Вопреки систематического отсутствия корма принимаются нелегитимные решения, которые влекут за собой ущемление прав большинства садоводов. Незаконное взимание необоснованно завышенных взносов, платы за проезд через шлагбаум, предоставки личного пользования продуктов питания, земельного грунта, удобрений, дров, необходимых для повседневной жизнедеятельности садоводов. Все это для многих садоводов является одним из основных средств жизнеобеспечения. Неправомерные действия председателя СНТ Кацюбы Валерия Васильевича и его карманного правления, легитимность которого неоднозначно привела к многочисленным финансово-хозяйственным и административным правонарушениям, вследствие чего садоводству были нанесены финансовые убытки в размере более 300 тысяч рублей. На территории СНТ зарегистрировано второе юридическое лицо – газовый кооператив «Поркузи ГАЗ», председателем которого является все тот же председатель СНТ «Поркузи Кацюба ВВ». Данный объект повышенной опасности проложен без решения общего собрания садоводов СНТ, не имеет правового статуса и не стоит на балансе. В налоговую инспекцию подаются лишь нулевые отчеты, хотя денежные средства поступают наличными непосредственно председателю СПК «Поркузи ГАЗ» Кацюбе Валерию Васильевичу, о движении которых членам кооператива ничего не известно, так как отчеты по деятельности кооператива председатель не предоставляет. При этом председатель СПК Кацюбе ВВ лично препятствует садоводам, заключившим прямые договора с «Газпромом» в соответствии с постановлением правительства номер 1547 от 13.09.2021 года в проведении газопровода к своим участкам. Аналогичная проблема возникает и с переходом на прямые договора с энергосбытовой компанией ЛОЭСК. Председателям СНТ Кацюбе ВВ уничтожаются зеленые зоны, идет неконтролируемая распродажа земель общего пользования без решения общего собрания садоводов. Все наши многочисленные обращения в прокуратуру, следственный комитет, ОБ, ПМВД города Досна спускаются на откуп участковому Шленкину Константину Иосифовичу, который бездействует и ограничивается банальными отписками, а возбожденные уголовные дела не расследуются. Услышьте нас, пожалуйста, окажите садоводам СНТ «Поркузи» помощь. Я Хухарева Зинаида Николаевна, СНТ «Корабел», массив Бабина Тоснинского района Ленинской области. В садоводстве с 1985 года обращаюсь к вам с просьбой от всех садоводов нашего СНТ. В свое время без нашего участия и согласия вовлекли в организацию под названием Ассоциация. Эта организация должна оказывать нам услуги в виде чистки дорог зимой, ремонт дорог, обкус травы летом, чистки канав, пилить деревья под проводами, вывоз мусора. Эти все услуги входят в наши членские взносы. Однако на протяжении 8 лет эта услуга оказывается не в полном объеме. Ассоциация погрязла в миллионных долгах поставщиков за электроэнергию. Для защиты в судах нанимают дорогих адвокатов. Эти расходы делят на нас садоводов, а значит поднимается сумма членских взносов. Нас такое положение не устраивает. Идет коррупция, беззаконие и беспредел по всему массиву. Не предоставляются акты о проделанной работе, ФЭО, сметы, акты ревизионной комиссии. Выдаются безвозмездные ссуды за наши деньги. Так, в частности, были выданы ссуды нашему председателю Сингатову. За постройку дома около 500 тысяч рублей. На приобретение трактора, на мелиорацию, которой нет до сих пор. Сумма отчисления в ассоциацию выросла с 1,4 млн до 2 млн рублей. Беспредел не только в массиве, но и в нашем садоводстве. Председатель занимается самоуправством, подделкой документов, приписками, тратой наших денег, безрешением собрания. В 2022 году собрание не проводилось. Однако деньги собраны и истрачены неизвестно на какие цели. Также не предоставляются отчеты о проделанной работе, ФЭО, сметы, отчеты о ревизионной комиссии. На собрании не предоставляют доверенности, выданные ему садоводом. Самоуправство нашего председателя, шантаж садоводов, угрозы в их адрес, постоянная интрига, подделки протоколов собраний, приписки документов, приводят к беззаконию со стороны председателя. На 1 сентября 2023 года собраний нет. Однако деньги опять собраны и истрачены. Сметы нет, отчета о проделанной работе нет. Отчет о ревизионной комиссии тоже нет. Начиная с 2019 года обращались во все инстанции. ОМВД, Следственный комитет, прокуратуру, депутатам, Путину, Генпрокуратуру, Следственный комитет РФ. Им никакие меры не принимаются. Никто не хочет работать. Один ответ. Обращайтесь в суд. О судебной системе отдельный разговор. Суды несовершенны. Везде идет коррупция, во всех эшелонах власти. Все решения судов пишутся под копирку. Защищают не садоводов, а коррупционеров-председателей. Мы живем в России и хочется, чтобы был порядок в стране. Наведите, наконец, порядок, чтобы не было стыдно за нашу родину. Уважаемый Игорь Викторович, Александр Иванович, В СНТ Озон массива Фарносова Тоснинского района Ленинградской области творится беззаконие, а правоохранительные органы не желают защищать нарушенные права садоводов. Наш председатель товарищества Лисунова Елена Дмитриевна без согласия садоводов, без решения общего собрания подписала договор и провела работы по реконструкции электросетей на 6,5 миллионов рублей. Тайком от садоводов она обратилась за субсидией в Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области. Об этом мы узнали случайно, а не так, как положено по закону. Наше товарищество не соответствует условиям получения субсидий из бюджета Ленинградской области. Для участия в конкурсе председатель Лисунова использовала поддельную выписку из протокола общего собрания и поддельный реестр садоводов. В этом реестре у половины садоводов была указана липовая прописка в Ленинградской области. Кроме того, председатель Лисунова заключила договор займа на 5,5 миллионов, не получив разрешения членов товарищества. Без согласия садоводов работы были проведены и приняты по акту на сумму 6 миллионов 480 тысяч рублей. Сколько денег оплачено подрядчику неизвестно до сих пор. Деньги выбивались обманом и угрозами отключения света. Ревизионная комиссия, состоящая из подружек председателя, на наше обращение не отреагировала никак. Мы обращались в прокуратуру и управление экономической безопасности по Ленинградской области. Но оказалось, что для них указанные факты не являются нарушением закона. Тоснинским судом все наши доводы были проигнорированы. Сейчас дело рассматривается в апелляционном суде, куда председатель Лисунова также предоставила поддельные протоколы заседаний правления, акты и другие документы. В суде она не смогла доказать ни законность проведения работ, ни обоснованность размера взносов. Мы не понимаем, для чего тогда пишутся законы. Получается, что председатель СНТ может безнаказанно, самовольно заключать многомиллионные сделки, брать займы от имени товарищества, требовать садоводов незаконные взносы, врать, клеветать, заниматься подделкой, а закон постоит молча в сторонке. Бесконечные нарушения при проведении общих собраний и отсутствие контроля за действиями председателя ведут к увеличению незаконных и необоснованных поборов садоводов, большинство из которых являются пенсионерами. Неужели ни в одной правоохранительной структуре государства садоводы не могут получить защиту своих прав, гарантированных законом? В нашем СНТ, как и во многих других известных нам садоводствах Ленинградской области, этот беспредел председателя начался с появления юриста Белоконова Енины Сергеевны и директора фирмы «Актстрим» Шилова Виталия Николаевича. Предлагая свою помощь в получении субсидии, они втягивают садоводство в многомиллионные навязанные проекты по реконструкции инфраструктуры. Одновременно юрист Белоконова гарантирует председателям защиту от недовольных садоводов, справедливо возмущающихся нарушению своих прав. Поведение тех председателей СНТ, которые сотрудничают с юристом Белоконовой, как и ответы на заявления, абсолютно идентичны, слово в слово. Видно, что у них один и тот же кукловод, имеющий свой интерес. Документы, с которыми председатель обязан ознакомить членов товарищества, не выдаются по заявлениям, не публикуются, от садоводов тщательно скрывают, как и на что расходуют их деньги. В этих садовых товариществах появились одинаковые уставы, противоречащие 217-му федеральному закону, одинаковые бюллетени и одинаковые ответы на заявления, заулумно объясняющие, почему вам отказано. Тех садоводов, что внимательно читают документы и критически высказываются о действиях председателя, публично оскорбляют, называют должниками и вредителями, натравливают на них садоводов. Федеральный закон о ведении гражданами садоводства и огородничества, номер 217, создан, как мы понимаем, для того, чтобы защитить права садоводов. Но если государство не следит за его исполнением, то в каждом российском садовом товариществе появляется свой местный царек, желающий нажиться на деньгах пенсионеров. Он вертит и крутит законом, как ему захочется, и как ему подсказывают нечистоплотные юристы в своих интересах. А безнаказанность порождает беззаконие. Мы просим прекратить этот произвол и провести реальную, а не фиктивную проверку действий председателя СНТ «Озон» Массива Фарносова, Лисуновой Елены Дмитриевны, избавить наше товарищество от присосавшихся к нашему бюджету аферистов. С уважением и надеждой, садоводы СНТ «Озон». Субтитры создавал DimaTorzok